Коровы на могильных плитах. Больной для карагандинцев вопрос о состоянии городских кладбищ подняли на общественном совете Караганды. Что из этого получилось, смотрите в сюжете Людмилы Батюшкиной. По закону, на каждого умершего жителя бесплатно выделяется не менее 6 квадратных метров земли. Кладбище отдаются в аренду, и арендатор отвечает за санитарное состояние. Однако от карагандинцев очень много жалоб на свалки мусора, отсутствие проездов на кладбищах и на то, что на могилах пасутся коровы и ломают плиты. И я плачу за это деньги, и деньги немаленькие. И простите, когда я приезжаю в мае там коровы, и в октябре там коровы, и не только коровы и кони, а зимой там сафари устраивали, по зайцам приезжали, по зайцам прям охотятся там. Вот это мой кудовский. Ну так извините, я могу требовать за то, что я плачу за состояние, за то, что там хотя бы какая-то огранность. Почему господин Могман? Ну что, власть не указ? Арендатор уверяет, что из 14 кладбищ доход ему приносят только два, остальные закрыты. Тем не менее, он убирает все два раза в год. Только с одного погоста вывез 42 камаза мусора. Государство не выделяет ни копейки. У этих хороших есть владельцев пускай, но не отвечают, понимаете? Это частная собственность. Родственники должны убирать свою мунилу и выносить мусор, увозить. Если они не хотят, они должны заказать эту услугу у нас или в любой другой фирме. Пожалуйста. Вот. И потом я одну цифру назову. Ну, конечно, вы удивитесь, что захоронение в Германии стоит всего 7 тысяч евро. Депутаты становятся на сторону бизнесмена. Они считают, что строить дороги к кладбищам и заборы вокруг них – это дело Акиматов. Я был свидетелем, что на Триаде, вот там, оно достаточно уже большое кладбище. Там ходят короли. Но давайте мы ее оградим. Это же все-таки не те люди, которые там занимаются. Это наша городская территория. Это та земля, которую нельзя не варить. Техностое кладбище, да? Она будет рядом с жильем. 6-7 суток забора кладбища. Мусора есть всего. Ни в одном доме контейнера нет. Тут уже был аппарат местный с полотнорами. То есть, аппарат Акимов. Строить забор вокруг Новомайкудукского кладбища, где как раз проблема с коровами нет смысла, считает Виктор Охман. Он будет сильно задерживать снег. Население поселка Доски и владельцы скота уже получили категорический запрет на выпас коров на кладбищах. В остальном решения проблемы пока нет. Людмила Батюшкина, Тимур Назаргалеев, Равиль Валеев, 5 канал.